Давайте поговорим про задачу классификации. И мне понадобится датасет. И тут, конечно, есть разные классические датасеты. Есть, например, совсем классический навязший в зубах датасет Титаник. Но я не хочу его использовать, потому что он слишком навязый в зубах. Я возьму другой датасет, тоже вполне себе классический. Он называется Adult Income Dataset. Описание на кегле. И, собственно говоря, вот он. Это, видимо, источник, из которого все это взято. Если его просто загуглить, то он попадается в не очень удачном формате. Я его пересохранил. Я его скачал с кегла и пересохранил. Там есть, по крайней мере, нормальная CSW. И давайте мы ее будем использовать. Так. Так. Пошли. 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 прислал ссылку в чатик значит это дата сет который взят был какие-то незапамятные времена и кусочек данных основанных на переписи населения в сша и тут и значит целевая переменная которая тут обычно используется это переменная income которая по смыслу то доход должен быть числовой переменной но здесь они почему-то решили что это хороший способ сделать дата сет про классификацию и здесь income бывает двух типов либо не превосходит 50 тысяч либо больше 50 тысяч и соответственно тут есть всякие разные данные про людей которые в этот дата сет попали и меня сейчас будут будут интересовать числовые данные типа вот количество лет обучения или количество часов в неделю который человек работает вообще вот эти вот вот эти штуки потому что с категориями данными отдельная история их там нужно специальным образом кодировать превращается в данные переменные в общем я не уверен что сейчас успею про это поговорить вот но давайте также давайте смотреть в первую очередь на числовые переменные собственно говоря можно понять какие переменные числовые просто посмотрев на дитайпы и давайте я сделаю просто сразу такую штуку я возьму только те дитайпы которые так мне должен был по видимо значит вот те переменные которые являются числовыми имеет тип 64 все остальные которые объекты это какие-то строковые переменные и допустим что я сейчас хочу сделать какую-то модель которая мне будет предсказывать инком но давайте считать что вот по каким-то из вот этих числовых переменных ну и давайте в качестве первой попытки давайте попробуем сделать какую-то модель которая будет использовать просто одну числовую переменную что предсказать вот этот инком вопрос а как бы эту переменную выбрать вот если бы у нас были вот две числовые переменные то тогда можно было бы ну построить там кинец катер плоты посмотреть на корреляции между этими двумя переменными что делать если у нас одна переменная которую мы хотим использовать в качестве нашего предиктора числовая а то переменная которым мы хотим предсказывать она категориально как вы думаете какие есть тут варианты я хочу понять какая какие из вот этих вот числовых переменных в наибольшей степени они информативны для предсказания инкома как понять ну вот категориально она же означает что это как бы 0 единица то есть это очень сильно напоминает задачку которая у нас была на прошлой лекции как-то мы мы изобретали вот интересный такой график который да между 0 единиц и действительно можно можно просто здесь есть разные подходы ну такой совсем лобовой подход мог бы быть таким давайте просто посмотрим что означает что какая-то переменная числовая несет себе информацию про вот эту вот бинарную переменную инком но это означает что если вы знаете допустим у вас есть как сказать у вас есть какое-нибудь соответствие типа того что вот у вас есть есть переменный возраст да и вы ожидаете что люди с возрастом там зарабатывают больше и это означает что вероятность того что вы получите инком который больше 50 тысяч она будет увеличиваться с возрастом ну и принципе можно эту задачу построить в обратную сторону можно спрашивать а как распределен возраст в этих двух группах в группе людей которые зарабатывают больше 50 тысяч меньше 50 тысяч и в принципе можно было бы строить всякие вот такие картинки давайте я сейчас сборную чем импортируем например можно было бы строить какой нибудь к ты ем вот скажем так я конечно забыл сделать мотот лип онлайн ну вот например я построил эта штука называется это некоторая сглаженная версия гистограмма можно думать про эти две кривые просто как про гистограмму и вот здесь видно что у тех людей у которых доход маленький эта штука распределена скорее вот где-то вот здесь скорее с пиком где-то в 20 с небольшим лет а у тех людей у которых больше 50 она больше в принципе даже глядя на вот эту картинку ну можно предположить что что переменная возраст будет информативно для предсказания для предсказания инком интересно можно сделать в одном и том же масштабе непонятно ну ладно но здесь есть вот но тут мы как бы решаем не в смысле обратную задачу то есть мы смотрим независимость независимость инкома от возраста скорее наоборот зависимость возраста от инкома как распределение возрастов зависит от дохода но можно попробовать сделать что-то странное например можно просто взять и и посмотреть сгруппировать по возрасту и просто посмотреть на сейчас не по возрасту по инком я хочу посмотреть на разницу между теми людьми у которых доход большой тех у кого доход маленький вот но тут правда непонятно как эти числа мерить потому что не все в разных единицах измерения и непонятно что значит большая разница или маленькая разница вот поэтому в общем ну окей в принципе можно было бы сказать так можно было бы сказать что давайте считать что вот этот наш инком он у нас сейчас категориально переменная но его можно было бы превратить в числовую давайте я просто сделаю какой нибудь нибудь и 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 Сейчас то видно, что, например, лучше всего с этим самым income коррелирует educational num, больше всего корреляция. Ну и в целом, в принципе, эти переменные явно как-то с ними коррелируют. Но, видимо, самый действительно симпатичный способ – это применить тот самый rock.au, который мы обсуждали в прошлый раз. И давайте мы это сделаем. Собственно говоря, я не буду сейчас изобретать велосипед, а я просто возьму из Escaler, вытащу, что мне нужно здесь. Это метрики. Рок.auк.скор, так, рок.auк.скор, сейчас мне нужно… Давайте возьмем какой-нибудь признак, ну вот скажем возраст, и посмотрим, как он… Значит, построим с его помощью, построим rock.auk. Значит, мне для этого нужно использовать этот rock.curve.display from predictions, и у нас здесь есть два аргумента. Первый аргумент – это правильные результаты, то есть в данном случае это будет наш переменный income 0.1. И вторая – это predictions, ну и давайте в качестве predictions я возьму, например, age. Давайте посмотрим, что здесь есть. Ну вот, смотрите, получается вот такая криволина. Это как раз тот самый rock.auk, который мы обсуждали в прошлый раз. Здесь нарисован, здесь видно, что по горизонтально нарисовано false positive rate. В качестве положительного класса используется класс 1, а по вертикали true positive rate. Значит, если я, допустим, нахожусь где-то вот здесь, то есть хочу сделать, допустим, маленький false positive rate. Ну вот у меня будет какой-то вот такой true positive rate 0.2. То есть где-то вот в этом вот промежутке модель работает примерно как просто подкидывание монетки. А дальше у нас начинает работать все-таки получше. И как раз вот этот самый аук, который здесь получается, и это в какой-то мере метрика, которая показывает, насколько много информации вот в этой переменной содержится про вот эту переменную. Ну, то есть что здесь происходит? Мы здесь считаем, что, точнее, наоборот, вот это у нас наше предсказание, то есть не предсказание, а наоборот, правильные ответы. А это как бы та переменная, которую мы используем. Ну вот в прошлый раз мы обсуждали, у нас эта переменная была вероятностью того, что данный объект будет отнесен к классу 1. Здесь вместо вероятностей мы подставляем просто значение переменной возрасту. Но дело в том, что когда мы находим, когда мы находим ROC-AUK, если помните, как мы его строили, мы просто отсортировали датасет по возрастанию этих самых вероятностей и дальше шли снизу вверх. И дальше там вот у нас сдвигались либо вправо, либо влево здесь. Это означает, что нам на самом деле от той переменной, которую мы используем для того, чтобы построить этот ROC-AUK, нам не нужны настоящие значения, они нам не очень интересны. Нам интересен только порядок. Ну или если мы используем такую теоретико-вероятностную интерпретацию этого самого ROC-AUK, то что она говорит? Она говорит, что это вероятность того, что у нас два объекта, один из которых одного класса, другой другого класса, будут, значит, что про них наш алгоритм считает, что тот объект, который относится к положительному классу, что у него вероятность действительно больше. Саша, возможно, у вас не самая последняя версия скалерна. Проверьте, что если сделать вот так. По идее, если сделать вот так, то он должен обновиться и проверить после этого. Вот. В общем, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что при построении ROC-AUK нам важен только порядок следования чисел вот в этой вот самой переменной, которую мы интерпретируем как уверенность алгоритма в том, что данный объект относится к классу 1. А сами эти числа нам не очень важны, поэтому можно сюда подставлять не обязательно вероятности, а можно подставлять любые числа, которые меряют уверенность алгоритма в том, что данный объект относится к классу 1. В частности, в данном случае мы как бы говорим, что у нас будет такой тривиальный алгоритм, который просто считает, что чем человек старше, тем больше вероятность того, что у него будет высокий доход. И вот про этот алгоритм мы пытаемся понять, насколько он хороший, какова его предсказательная сила. Ну и вот получили какую-то чиселку, что AUC равен 0,68. Ну, давайте посмотрим. Ну, а давайте, собственно говоря, действительно попробуем обучить теперь логистическую регрессию, посмотрим, как это будет работать. Ну вот мы видим, что H вроде бы несет какую-то содержательную информацию. Ну, или давайте сравним этот H с чем-то у нас, educational нам, у кого будет больше. О, здесь будет даже больше. Ну, давайте пока мы начнем с H. Допустим, я хочу просто нарисовать такую картинку сейчас. Так, вот plotlib у меня небось не импортирован. Это не то. Ну, да, здесь не очень показательная картинка, потому что просто получается, что здесь куча точек и здесь куча точек. Ну, давайте, может быть, чтобы было бы чуть лучше видно, где у нас все-таки точек больше. Попробуем поиграться с альфой. Ну, хорошо. А так вроде бы видно, что вот здесь точек больше, чем здесь распределение, оно сосредоточено где-то вот тут. В принципе, то, что мы уже видели на гистограммах. Здесь распределение где-то вот здесь. Ну, в принципе, мы могли бы просто какую-то еще картинку построить. Например, для каждого возраста посчитать среднее. Вот, наверное, здесь была бы такая картинка более показательна. Значит, для каждого возраста посчитать среднее вот этой переменной для данного возраста. Давайте мы такое тоже сделаем. Значит, чего мне нужно. Давайте я сначала посчитаю. Вот. Давайте вот такую графику пробуем построить. Здесь видно, что действительно вот на этом вот участке явно с возрастом вероятность возрастает. Ну, а потом она начинает падать, что в целом соответствует нашим представлениям о том, как зарплата зависит от возраста. Здесь, как видите, величина становится довольно шумной за счет того, что здесь мало точек, и поэтому при усреднении у нас возникают какие-то вот такие вот большие колебания. Ну, давайте попробуем теперь использовать логистическую регрессию, чтобы построить предсказания для этих данных. Значит, я использую... Логистик регрессион. Давайте я сразу сделаю... Значит, по умолчанию Scikit Learn использует не совсем то, что обычно называется логистической регрессией, допустим, в эконометрике, потому что она добавляет штуку, которая называется регуляризацией. Можете на две ячейки наверх подняться на секунду, просто сфотографировать. Вот. Значит, что такое регуляризация, я сейчас объяснять не буду. Это вам на курсе по машинному обучению расскажут. А я просто ее выключу и буду работать без регуляризации. Буду использовать стандартную логистическую регрессию. Значит, для этого мне нужно что-то здесь ему сказать, чтобы он... С равняется нулю, чтобы передать. Пенел тенан. Значит, у всех этих эскалерновских методов, у всех этих эскалерновских моделей одинаковый способ, как их запускать, одинаковая API. Им всегда нужно передать два аргумента, х и у, и в данном случае у меня х пусть будет, скажем, единственная переменная h, у пусть будет инком, даже инком 0,1. Значит, вот она у нас обучилась. И теперь можно делать предсказания. Значит, на самом деле предсказания устроены по-разному, а именно... Значит, давайте смотреть. Значит, я могу ее сейчас скормить какой-нибудь... 30... Значит, вот он предсказывает, что для человека, у которого возраст 30 лет, в качестве предсказания он выдает 0. Значит, он зарабатывает меньше 50. Давайте попробуем какие-нибудь другие числа здесь написать. Давайте просто возьмем и сделаем тут... Ну, это что, собственно говоря... Так, видимо, не сработает. Пишу ручками. Мне нужно, чтобы это был столбец, поэтому придется сделать вот так. Ну, конечно же, ошибся со скобками. Вот, смотрите. Значит, наша замечательная модель... Что нам предсказывают? Значит, она предсказывает, что хоть у нас возраст и меняется, а все равно предсказания остаются класса 0, а не класса 1. Как вы думаете, почему так? То есть, с его точки зрения, никакие люди этих возрастов не зарабатывают много, не зарабатывают больше 50 тысяч? Как вы думаете, с чем это связано? Люди в целом мало зарабатывают больше 50 тысяч. Ну, да. И на самом деле наша переменная H не настолько... Ну, как бы, в самом деле, это даже под этому графику можно было ожидать, потому что видно, что нет такого возраста, в котором люди бы в среднем зарабатывали бы чаще относились бы к классу 1, чем к классу 0. И поэтому, в общем, неудивительно, что у нас такие предсказания. Знаешь, может возникнуть вопрос, а зачем они нам такие тогда нужны? Ну, дело в том, что на самом деле мы можем попросить логистическую регрессию предсказывать не только сам по себе класс. Мы можем ее попросить предсказывать вероятности. И вот это уже содержательная вещь. Значит, она предсказывает вероятность. Первая колонка – это вероятность класса 0, вторая колонка – это вероятность класса 1. Ну, понятно, что сумма этих чисел будет всегда единица, но просто, поскольку сейкетлерновские модели могут использоваться в том числе для многоклассовой классификации, вот этот метод предикт-проба, он для всех моделей, в том числе для двухклассовых моделей, возвращает не просто одну отчиселку типа вероятность класса 1, а он возвращает всегда вот такую вот штуку, в которой каждому столбцу соответствует свой класс. Вот. Ну, собственно говоря, здесь будет полезно, наверное, вот на этой же картинке теперь нарисовать просто график вот этой функции. Давайте мы это сделаем. Что мне для этого нужно? Мне для этого нужно изготовить какой-нибудь датафрейм, в котором по иксу идут просто числа от 0 до 90. проще всего это сделать как-то так. h и дальше можно нарисовать такую картинку. Ну, хорошо, от 0 это я загнул, видимо, надо все-таки стартовать не от 0, а просто можно вот так сделать. Дальше нам нарисовали две картинки, два графика, но понятно, что эти графики просто в сумме дают единицу, поэтому нам нужен только один из них. Давайте просто сделаем вот так. Значит, здесь я говорю, что нужно рисовать вот единичку вот так мне нужно сделать. Значит, вот, собственно говоря, наши предсказания, наша логистическая модель. Ну, во-первых, видно, что она действительно чему-то обучилась. В частности, она считает, что все 90-летние люди все-таки будут давайте добавим сюда 90, попросим ее предсказать на вероятность. Да, видно, что с точки зрения этой логистической модели люди в возрасте 90 лет уже наконец начинают зарабатывать больше, чем 50 тысяч долларов. с одной стороны видно, что вот здесь эта модель совершенно неадекватна, а с другой стороны видно, что, по крайней мере, она схватывает идею, что люди старшего возраста зарабатывают больше, которые в целом согласуются с нашими данными, потому что на большей части этой картинки этот эффект либо он есть ярко выражен, либо противоположен но противоположный эффект довольно слабый. Ну вот, вот эта вот часть тут просто уже данных мало, и поэтому вес, который эти данные вносят в нашу модель, в обучение нашей модели, он тоже маленький. Вот. Ну, давайте теперь воспользуемся вот этими предсказаниями для того, чтобы считать ROC-AUC. Давайте я сделаю такую же штуку, как раньше. Вот. Как вы думаете, что я сейчас получу? Какой ROC-AUC я получу? Какой ROC-AUC я получу? Какой ROC-AUC я получу? Вот. Нету идей. Давайте посчитаем. Так, не работает, потому что я... Вот. Не кажется, ли вам эта картинка знакомой? Собственно говоря, картинка ровно такая же, как была, и этот самый AUC, который здесь посчитался, он тоже ровно такой же, как был. Вопрос, а почему? Нет. Там мы скармливали просто значение age, значение возраста. Теперь мы скармливаем предсказания, которые логистическая регрессия нам делает в зависимости от этого возраста. Почему получается то же самое? Потому что логистическая регрессия делает предсказания такие, чтобы получилось то же самое? Почему? Ну, это ее критерий того, что хорошо получается у нее предсказывать, она это максимизирует? Ну, нет, максимизирует она все-таки не совсем. Есть, конечно, регрессия, которая максимизирует Рока УК, но она максимизирует не его. Более того, если бы она попыталась бы максимизировать Рока УК, то у нее бы ничего не получилось. Да. Почему получается ровно то же самое? на самом деле, я говорил отгадку буквально недавно. Буквально несколько минут назад. Ну, смотрите, еще раз, от чего зависит Рока УК? Значит, вот Рока УК, он у нас функция двух аргументов. Первый аргумент это правильный ответ, а вторая, это вот наши вероятности или еще как-то померены уверенность алгоритма в том, что объекты относятся к классу 1. Раньше мы сюда подставляли просто значение столбца H, а теперь мы подставляем то, как логистическая регрессия предсказывает нам вероятность, глядя на столбец H. как эти два способа, как вот эти вот два вектора связаны, как эти два набора чисел связаны, и какими свойствами, какими свойствами Рока УК мы тут сейчас пользуемся, откуда берется, что одинаковый. Ну или давайте так, вот если вернуться вот сюда, видите, у меня есть получился какой-то Рока УК здесь, и давайте мы теперь вместо этой штуки давайте мы посчитаем, например, посчитаем корень из него. Как вы думаете, что поменяется? Как поменяется Рока УК? Опять же, нужно вспомнить, как мы его строили на прошлой реакции. Это идея. Нет, ни единый. Никак не поменяется. А почему? Смотрите, значит, у Рока УК есть такой теоретико-вероятностный смысл. Значит, Рока УК это примерно такая штука. это вероятность того, что СИТ больше, чем СЖТ при условии, что ИИТ относится к классу 1, ИЖТ относится к классу 0. Значит, где СИТ это как раз вот то, что у нас написано во втором столбце. Уверенность алгоритма, что объект И относится к классу 1. То есть Рока УК показывает следующую вещь. что если мы возьмем два объекта, про которые мы знаем, что один из них класс 1, а другой класс 0, то мы хотим, чтобы, по крайней мере, наш алгоритм тоже тот объект, который на самом деле оказался класса 1, чтобы он бы его бы относил бы с большей уверенностью к классу 1, чем тот объект, который на самом деле класса 0. Если посмотреть на это определение Рока УКа, как объяснить то, что вот в этих двух запусках мы получаем одно и то же. и вероятно, вероятно, что мы получаем с. Да, совершенно верно. Смотрите, что происходит, когда мы переходим отсюда сюда. Ну, вот в этой формуле мы фактически вместо вот этих вот S пишем корни из этих S. Но понятно, что если эти S положительные, то корень возрастает, и просто вот это условие эквивалентно такому же условию только с корнями, просто корнем монотонное отображение. И монотонное отображение не меняет Рока УК, ну и, собственно говоря, Рока Кривую оно тоже не меняет. Давайте перевернемся в логистическую регрессию. Почему мы здесь видим такую же картинку? Ровно по той же причине. Как устроена логистическая регрессия? Она нам говорит, что вероятность это какая-то сигмоид от линейной функции. Сигмоид от линейной функции это монотонная штука, потому что сигмоида монотонная и линейная функция монотонная. Если она монотонная в правильную сторону, если она монотонно возрастает, она у нас возрастает, то эта штука просто не меняет порядок следования элементов. Вот здесь и это еще одно монотонное приблизование, которое сохраняет Рока УК. Вот. Но давайте кстати можно явно построить вот эту кривую. Можно было бы явно проверить, что она действительно такая. Давайте мы это сделаем. Значит, давайте я сделаю с сигмоида. Значит, у лого-реага есть тоже коэффициенты, есть коэффициенты, есть интерсепт. и поэтому можно сделать какую-нибудь такую штуку. ну и вот видно, что ну хорошо, давайте ее сделаем как-нибудь. видно, что эти две кривые полностью совпадают. Хорошо, можно ее нарисовать как-нибудь вот так. Вот. Видно, что две кривые сейчас просто совпадают. Поэтому то, что у нас нарисовано, это действительно то, что я обещал. Значит, мы к сигмоиде применяем линейную функцию. коэффициенты этой линейной функции написаны вот здесь. Вот. Ну, хорошо. Значит, это мы попробовали одну, использовать одну переменную в качестве предиктора. Ну, во-первых, понятно, что ROCAUC от этого не поменялся, но какие-то, но как бы с другой стороны мы получили какую-то формулу, которая нам позволяет сгенерировать предсказания более-менее разумные в том смысле, что понятно, как их интерпретировать их смысл. Сейчас это именно вероятности. При этом понятно, что кое-где они совершенно неадекватны, но по крайней мере вот здесь, вот на этом участке оно худо-бедно как-то имеет какое-то отношение к реальности. Давайте теперь попробуем. Да, ну, собственно говоря, почему это может быть важным? Почему бы нам просто не предсказывать всюду нолики? Почему бы нам не предсказывать всюду, что человек зарабатывает меньше 50 тысяч? Ну, опять же, потому что у нас могут быть разные цены ошибок. Может быть, нам важно, чтобы мы все-таки вытащили среди нашей выборки тех людей, кто потенциально зарабатывает больше 50 тысяч, даже если среди них попадутся кто-то, кто зарабатывает не больше 50 тысяч, но это не очень страшно. Это просто будет означать, что мы хотим, когда будем делать наш алгоритм, мы просто в качестве порогового значения будем использовать не 0,5, которое по умолчанию используется, когда вы просите предсказывать класс, а будем использовать меньшее пороговое значение, скажем, вот такое, скажем, 0,2, и тогда все вот эти вот люди, они попадут, для них предсказанием будет класс 1. Ну, давайте еще одну картиночку нарисуем, давайте теперь возьмем, все-таки используем не одну переменную, а две переменные какие-нибудь, скажем, вот, давайте возьмем income и age, и что там было у нас еще, educational num, и давайте попробуем построить модель на этих двух переменных. Давайте я создам новый logreg, logreg 2. Значит, чего я хочу? Я хочу age и location num и income. Значит, теперь мы уже такую картинку не нарисуем, то есть нарисовать это, конечно, можно, но она будет менее информативна. Давайте попробуем нарисовать картинку на плоскости. Значит, я хочу, например, нарисовать scatterplot, пусть x будет возраст, y будет educational num, а цвет пусть будет income. Ну, вот, да, что-то такое получается более реалистичное. Тут, правда, есть проблема, что за счет того, что у нас возраст, не возраст, а вот этот educational num, это такая переменная не так, чтобы сильно, ну, то есть она, конечно, числовара, но она не непрерывная. Здесь только целые числа, их не очень много разных, из-за этого огромное количество точек склеиваются, это называется overplotting. И есть такой, ну, есть разный способ бороться с overplotting. С одной стороны, можно все-таки попробовать использовать рисование с каким-нибудь полупрозрачностью. Вот здесь что-то такое начинает проявляться. Другой способ это добавить случайный шум в мои переменные. Я, правда, не помню, умеет ли Seaborn такое делать. Называется jitter stripplot. Ah, да, вот у него есть x-jetter и y-jetter. Ну-ка, давайте попробуем. Ничего, кажется, не поменялось. А если я сделаю 10... Ну, что, кажется, не поменялось. Если я сделаю 10... Не по твоему оси. Ну, я, казалось бы, по обоим осам. Может быть, он хочет только... Может быть, он этот самый jitter использует только с категориальными переменами. Давайте посмотрим. Что он пишет про jitter? currently non-functional. Ну, отлично. Спасибо вам, дорогие товарищи. В данный момент не работает jitter. Ладно, давайте ручками его сделаем. В данный момент не работает. Видимо, так-то нужно сделать, да? Да. Спасибо. 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 Продолжение следует... О, да, давайте добавим еще альф какую-нибудь. Сейчас, может быть, будет какая-то более-менее понятная картинка. Да, ну вот видно здесь, что люди с доходом больше 50 тысяч сосредоточены где-то вот здесь, вот в этой части картинки. Ну и давайте теперь посмотрим, как наша логистическая регрессия это увидела. Увидела она это или нет. Чего я хочу теперь сделать? Я хочу... Значит, вот я обучил логистическую регрессию, и она нам сейчас как бы дает функцию двух переменных. И я хочу построить... Ну, у нее значение, на самом деле, если говорить именно про предсказание класса, то значение просто нолик или единички. И это означает, что она просто разбивает всю вот эту штуку на два класса. Класс ноликов и класс единичек, то есть на два куска. И можно построить соответствующие предсказания. Например, можно просто, ну, я не знаю, взять сетку какую-нибудь и по этой сетке построить предсказание. Или другой подход просто взять и нарисовать соответствующую разделительную прямую. Третий подход взять и нарисовать линию уровня этой функции. Ну, для этого нам тоже сейчас нужно будет найти ее значение на какой-то сетке. Ну, давайте это сделаем. Значит, чего я хочу... Ну, давайте сетка так сетка... Значит, вот я здесь... Я здесь сделал две переменные. Чего теперь я хочу сделать? Я теперь, наверное, хочу сделать meshgrid. Ой, сейчас мне придется что-то страшное делать. Ладно, давайте я сделаю проще. Давайте я просто... Не самый эффективный способ, зато понятный. Значит, можно просто спросить. У вас он называется education loom через нижнее подчеркивание, да? Вы это где-то переназвали, да? Давайте я сделаю вот так, чтобы было понятно. Я сделал нехорошую вещь, я назвал две разные переменные одной и той же, почти одинаковыми буквами. Но давайте теперь делаю вот так. А все, вот да. Теперь я понял, чтобы это все. Значит, я хочу, на самом деле, фактически посчитать просто Декартово произведение двух множеств. Давайте мы это сделаем. Давайте мы из него сделаем DataFrame. Ну, и давайте попробуем посмотреть, чего у нас предсказывает наша модель на этой сетке. Значит, наверное, на этой картинке будет не очень удачно это рисовать. Но давайте нарисуем. Сначала просто нарисуем отдельную картинку. Допустим... Можно начать с просто предикта. О, прикольно, кстати. Я подсунул ей в качестве предсказываемой штуки. Подсунул ей не нолики, единички, а вот эти вот штуки. Меньше 50К и больше 50К. И она их так сохранила. Ну, хорошо. Давайте мы пока так поработаем. Значит, давайте я скажу, что я хочу добавить... Допустим... Вот так. И теперь я хочу это дело тоже визуализировать. Вот так. Давайте тоже скоптерплату. Давайте тоже скоптерплату. Ну, вот, собственно говоря, предсказания, которые у нас получились. Видно, что действительно предсказания одно от другого отделено прямой линией. Ну и, в принципе, так и должно быть. Потому что... Как у нас эти предсказания устроены? Опять же, у нас есть сигмоида. И эту сигмоиде на вход подается линейная функция от вот этих двух аргументов. И вот эта вот линия, она отделяет те значения аргументов, при которых предсказания больше 1 и 2, от тех значений, при которых предсказания меньше 1 и 2. Ну и видно, что это действительно прямая линия, так и должно быть. Потому что... Ну, фактически у нас сейчас уравнение вот такое. У нас сейчас сигмо от W0 плюс W1H плюс W2C dot. Что там должно быть? Вот у нас вот такое уравнение. Равняется 1 и 2. Кстати, как его упростить? Чему он эквивалентен? Как его записать без сигмоиды? При каком значении аргумента сигмоида его значение равняется 1 и 2? Значит, я напомню, что сигмоиды это 1. Такая вот штука. Значит, когда 1 и 2 равно? Кажется, когда U равняю 0. Да, совершенно верно. Да, поэтому наша система, на самом деле, наша разделительная прямая сейчас, она просто вот такая. Это просто решение вот такого уравнения. Ну, и понятно, что это уравнение прямой. Вот, поэтому тут ничего удивительного в том, что мы получили вот эту прямую, а тут нет. Вот. Можно было бы просто явно эту прямую нарисовать сейчас на этой картинке. Давайте, давайте это сделаем. Так, а давайте, собственно говоря... Просто вот так я сделаю. Давайте здесь нарисуем. Значит, matplotlib умеет рисовать линию уровня функции. И давайте в качестве функции я им ей скормлю... Значит, сейчас. Для того, чтобы она и нарисовала ее именно в виде линии уровня, мне нужно ей скормить... Значит, нужно сделать назад эту штуку так, как если бы это был бы межгрид. Сейчас как-то сделать, как-то сделать... А, нет, можно не передавать. Окей, можно просто сделать... Z должен быть двумерным. Ну, ладно, двумерный Z мы сейчас сделаем. Значит, чтобы сделать двумерный Z... Так, давайте мы сейчас сделаем вот что. Мы еще сгенерируем предсказания вероятностей. Так, давайте... Для... Это... Продолжение следует... И теперь мне нужно сделать... Вот такую штуку. Давайте попробуем. О, на удивление заработало. Ну вот, собственно говоря, видны линии уровня наших предсказаний, наши функции, которые делают предсказания. Опять же, понятно, что это линейные. Значит, это каждая линия уровня обязательно прямая, потому что хотя наши функции нелинейные, но вот если ее представлять себе... Ну, собственно говоря, можно сейчас и нарисовать, что есть получается. Ну, это будет вот такая ступенька трехмерная. Сейчас нарисуем в 3D, как это будет выглядеть. Ну и можно здесь явно сказать, что мы хотим нарисовать уровень, допустим, нулевой. Сейчас уровень 0,5 мы хотим. О, прикольно она, конечно, обучилась. В общем, с ее точки зрения, вот все вот эти вот товарищи зарабатывают много, а вот эти товарищи зарабатывают мало. Хотя на самом деле, конечно, разделение проходит как-то немножко по-другому. Нужно было как-то выделить вот этот вот участок. Но проблема в том, что логикическая регрессия, она, как видите, предполагает, что наши данные являются, как говорится, линейно разделимыми. То есть она предполагает, что классы разделены какой-то прямой. И если у нас данные устроены так, что у нас действительно есть как бы два лоблоку точек, одно лоблоку точек в одном месте, другое в другом месте, между ними можно провести прямую, то в этом случае все было бы хорошо. А вот в этом случае, конечно, что получается не очень хорошо. Ну, а что ж поделать? Я понимаю, что до этого момента, ну, кроме того, что у нас там не очень странно обрабатывались точки высоких значений, возраст 90-е и так далее, мы не могли никак понять, что наша регрессия, она сомнительную полезность. Сейчас, мне на самом деле кажется, что это ошибка в рисовании картинки. Ну, вот если картинка действительно такая, то это как раз пример, когда мы взглянули на визуализацию и поняли, что мы что-то сделали красиво, но не совсем то, что надо было, да? Да, но в данном случае ошибка в визуализации. Но могло бы быть так, да. Ну, то есть теоретически могло бы так быть, что вы видите, что у вас классы, на самом деле, у вас совсем не линейно разделимы. Представьте себе, что у вас оранжевые точки, они где-то здесь в середине, а все остальное, а вокруг них синие. Вот решать такую задачу просто с помощью логистической регрессии дело абсолютно гиблое, потому что вам нужна линейная разделимость. Но сейчас у меня все-таки картинка неправильно нарисована, потому что у меня нужно поменять местами индекс и educational num. Я думаю, что у меня поменялись местами x и y. А поскольку их там одинаковое количество, то я этого не заметил, потому что я не получил сообщения об ошибке. Да, ну ладно, вот так-то лучше. Так-то посимпатичнее будет. Ну, кстати, сейчас уже видно, что вполне себе что-то такое симпатичное вырисовывается. Ну, давайте можно посмотреть сейчас на рукаук, посмотреть, стало ли нам лучше. Значит, мне для этого нужно, опять же, что сделать. И вот у меня есть так, он просит, чтобы я ему явно сказал, что такое положительный класс. Давайте скажем, что положительный класс, допустим, больше 50k. О, смотрите. Гораздо более симпатично теперь работает эта моделька. За счет того, что мы использовали информацию про образование, она, как видите, стала гораздо лучше работать вот в этой вот зоне, где мы хотим, чтобы было мало false positives. То есть наша модель, которая использует только возраст, она более-менее нормально работала только вот в этой зоне, то есть когда мы хотим хоть как-то выделить тех людей, которые теоретически могут обладать высоким доходом, но при этом мы жертвуем тем, что у нас может быть большое количество false positives. Вот эта модель хоть как-то здесь доработала, ну, потому что она просто выделяла тех людей, у которых возраст большой, а про них мы знаем, что у них встречается как то, так и это. А наша новая модель, как видите, стала работать гораздо лучше. Ну, вот за счет того, что мы использовали вторую переменную. Вот. Естественно, сейчас вот то, что я здесь рисовал, все эти картинки, вот RockAug, это, конечно, опять же, так делать нельзя, потому что я использовал для оценки те же данные, на которых обучался. Конечно, на самом деле мне надо было бы сделать тестовую выборку и тестироваться все-таки на тестовой выборке, смотреть, какой будет RockAug там. Ну, в принципе, на двух признаках и при большом количестве данных логистической регрессии вряд ли сильно переобучится, но, значит, на самом деле, конечно, нужно делать кросс-валидацию. Вот. Но, тем не менее, даже вот эта вот картинка, в общем, что-то она нам говорит, видно, что обучилось что-то в целом разумное, после того, как мы ее правильно нарисовали. Вот. Ну, а дальше можно было бы подвигать эту прямую, выбирая другой пороговый уровень, и за счет этого, например, вы могли бы больше, скажем, поймать больше тех людей, которые имеют высокий доход, но за счет того, что мы при этом записываем в их число какое-то количество людей, которые имеют низкий доход. Ну, тут уже надо смотреть, что вам действительно нужно. Давайте я еще хочу все-таки нарисовать трехмерную картинку. Ну-ка, интересно ли я плотно установлен здесь? Да, вроде установлен. Surface мне нужен и... Что-то нужно figure widget. 50 тысяч – это что? Это сколько, чего и за сколько? Просто интересно. Я думаю, что это... Я думаю, что это зарплата в год, в долларах. Но это данные довольно старые, так что я думаю, что это... Доллар тогда был немножко другим. Больше? Ну, да, инфляция все-таки. То есть 50 тысяч... Зарплата 50 тысяч в год сейчас, и 50 лет назад – это совсем разные вещи. Я просто зачем-то в рублей это начал перехватить. Там тоже получается, видимо, больше. Так, значит, чего я хочу? Figure widget. Ну-ка, заработает оно так. Так. Хорошо, попробуем сделать так же, как здесь. То есть x – это... Нет, не хочет она мне рисовать ничего тут. Вот она, эта картинка. Ну, вот, собственно говоря, видно, что действительно, если вот так смотреть, то это сигмоида. Ну, а на самом деле она такая вот трехмерненькая, такая сигмоида, которая из одного угла в другой угол идет. Ну, в общем, вот такая история про логистическую регрессию и вокруг нее. Я думаю, что вы еще будете это обсуждать на эконометрике. В целом это одна из вещей, которые там обсуждаются. Хотя, кажется, чаще все-таки в экономических задачах есть задача предсказания какого-то числа. Вот, но это такая совершенно рабочая лошадка всего. Более-менее всех предсказательных моделей, если вам нужна модель более-менее интерпретируемая, когда вы можете объяснить, что вот увеличение и увеличение там уровня образования, лет образования на единицу приводит к тому, что у вас вероятность увеличивается во столько-то раз. Ну, вот если вы хотите такую интерпретируемость, то никуда не денетесь, вам нужно, скорее всего, вы будете использовать логистическую регрессию. Вот, ну вот, как-то так. Есть ли какие-нибудь вопросы? А если я в эту логистическую регрессию положу курс доллара за последние три месяца, он предскажет мне, что в будущем как бы... А вообще, она может делать предсказания на более... на будущее условно? То есть вот временной ряд, да? Если я сделаю, то... Ну, как в той шутке, которую я делал в чате. Там же, когда, если предсказывать что-то на будущее, то тогда, получается, мы просим нашу модельку предсказать по тем точкам, на те значения, на которых она не обучалась. Она попытается это сделать вообще? Ну, нет, попытается, конечно, попытается. Модели, основанные на линейной, в частности, логистической, у них как бы в результате получается функция, которая определена всюду. Другое дело, что насколько этим результатам можно доверять, кстати, к вашей картинке мне еще очень нравится, очень нравится вот такая, сейчас. Мне еще вот эта картинка нравится. Вот. Проблема в том, что не всем понятно, действительно ли там будет выполняться тот же самый закон. Ну, собственно говоря, вот мы видим, что предположения, даже вот на этих простых данных, которые мы сейчас использовали, уже видно, что наши предположения не работают. Я имею в виду, что вот здесь. Видно, что модель считала, глядя на эти данные, считала, что чем старше человек, тем больше вероятность того, что он будет зарабатывать много. Но понятно, что если мы его дальше будем экстраполировать, то мы получим совсем бессмысленные результаты. Что касается... Кстати, эти результаты имеют какой-то смысл, потому что, ну, если ты прошил 140 лет, и если у вас таких 10, скорее всего, тебе было достаточно денег, чтобы там все все гарантизировать. Экстраполяция в машинном обучении это всегда задача, которая скорее не решается. Потому что для того, чтобы вы могли что-то экстраполировать, то есть в некотором смысле вот это такой ключевой вопрос о том, что такое интеллект. Мы знаем, что человек ужасно хорошо умеет обобщать навыки. Изначально нас эволюция создала для того, чтобы мы лазили под джунглем и, я не знаю, умели бы хорошо бананы с деревьев доставать или что-то в этом роде. Но при этом она оснастила нас каким-то таким алгоритмом обучения, который позволил нам экстраполировать те навыки, которые у нас были изначально до того состояния, что мы сейчас умеем делать компьютеры, летать на Луну и все такое прочее. Человек очень хорошо экстраполирует. Лучше, чем это может сейчас делать любой искусственный интеллект. Потому что для того, чтобы что-то такое экстраполировать, вам нужна какая-то содержательная модель, модель по существу. Грубо говоря, машина обучения, она работает с моделями, которые ужасно глупые, которые ничего не знают про реальность. И поэтому они нормально работают в той области, которая соответствует примерно тому распределению, на котором они учились, но за пределами этой области они, как правило, работают очень плохо. Если вы хотите экстраполировать, то вам нужна модель, которая бы что-то знала про реальный мир. Поэтому на софтбайке, кроме машинного обучения, преподается еще много разных других курсов, которые в некотором смысле все про это.